Итак, игроманьяки, продолжаем Lords of the Fallen, но смотрите в какая фишка. Я понял, что я изначально выбрал неправильную тактику и вообще из-за моей невнимательности и плевательского подхода к этой игре я предпринимал действия в спешке, не вчитывался, не вдумывался. В итоге я получил бомжа, который не способен оказать отпор действующим лордам. Я принял решение переиграть сначала и всего за полтора часа я дошел до того места, где мы с вами остановились в прошлый раз. Но я немножко изменил нашего персонажа, он по-прежнему паладин, но теперь он выбрал сторону магии, что ли. Как это сейчас, развитие персонажа, это называлось у нас утешение. Что оно нам даст? Оно нам даст вот такие плюхи, но это как бы все в будущем, но уже на текущий момент я имею не 12, а 22 уровень. У меня есть вот такие плюшки, защитная оболочка, я думаю сейчас использовать ее против лорда. У меня поменялось снаряжение, появились другие пухи. В данный момент у меня молот, боль и еще некоторые изменения в шмотках, но несущественные. Но тем не менее, урон у меня возрос. У меня возросли характеристики. Сила, живучесть, вера, выносливость, ловкость и даже удача. Все эти характеристики возросли путем того, что помимо убивания монстров, я копил все-таки опыта и вкачивал эти очки вот через эти вот камушки. До этого я этого не делал и забивал, и просрал их на самом деле кучу опыта. В общем, много-много ошибок было исправлено, и сейчас, я надеюсь, игра пойдет по-другому, мы попробуем нашего нового персонажа на новом лорде. Да прибудет со мной Будда. Я надеюсь, это поможет. Итак, встречайте. Скажем так, босс-то непростой. Зовут его. Как его зовут? Идол-поклонник его зовут. Я надеюсь, у нас все получится. Своеобразная тактика тоже на этом боссе. Вот такие вот фигувины, говорит. И отходим. Потому что он встанет. Эта срань встанет. И отходим. Потому что он не выпустит в свой момент свою возможность. Я тоже так могу. У тебя хэп, мне кажется, больше, чем у меня. Определенно. Вот видите, какая у меня большая-большая коса. На терпение там все перетрует. Я вам так скажу. Тихо. Тихо. Отлично. Я отразил удары. Я горь собой. А вот теперь я не горь собой. Потому что он попал по мне. Нет. 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 Два раза подряд. Это... Это все. Это... Это плохо. А три раза подряд. Это очень нехорошо. Да мы поняли, поняли. Так, давайте хилиться. Что, будешь кидаться, что ли? Так. Начали. Пум. Раз коготь. Два коготь. Три коготь. Пока. Так, понятно. Вливаем ДПС. Но это ничего нам не принесет на самом деле. Так, и быстренько бежим отсюда. Просто молниеносно пытаемся убежать. Потому что сейчас вся эта площадка превратится в минные поля. И он нас уйдет. И он нас вынесет одним ударом. Так, сейчас он делает очень нехорошие вещи. Тут главное не провахлить момент. Тихо. И уничтожить эти коконы из них вылезут в мозг, которые будут нас отвлекать и не дадут нам с ним справиться. Они очень быстро бегают, они очень хорошо бьют. Значит, еще что можно сделать, ребят? Еще можно сделать другую фишку. Можно заманить его к одному из алтарей. Давайте попробуем. Я не знаю, насколько это сейчас получится. Но, может, получится. Долбануть ему вот так вот. И он сделал совсем не то, чего я ожидал. Где коконы? Пум. Назад. И вон еще один там. Успел? Отлично. Все, просто четко сработано. Так, тихо. Кокассировка. Снова щит. Давай, иди ко мне, детка. Я знаю, мы можем быть друзьями. Так, вот он снова использует долбежку. Иди сюда. Отлично. Не устаем его убить, да? Давай, тяжелые атаки. Отключаем и стрелялочку, стрелялочку. Где еще одна? Все. Он вызывает опять свою эту хрень. Прячемся. Где там? А я не могу где-то сфокусироваться. Вот. Сфокусировался вроде. На нах! Вот это плохо. Не совсем так, как я рассчитывал. Окей. Давай так. Вот. Вот. Вот это я ждал. Давай, 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 быстренько. Пока есть энергия, снимай максимум хпшки. Пока он стоит в стане. Отлично. Так, он снова делает свои жуткие делишки. Опять я не достал. Для его большой задницы. Отлично. Давайте один удар. Быстро расфокусировку. Расфокусировку, я сказал. Где-то там. Отлично. Все. Прячемся. Прячемся. Прячемся, прячемся. Спрятались. Большой бадабум. И несемся к нему навстречу. Самое интересное, сейчас он может нас закидать. Да. Это вот это тоже идиотизм. Так, надо хилиться срочно. И попадешь. Окей, назад. Как бы тебя подманить сейчас. Ты же тоже должен быть где-то. Он остык. Я спиной не вижу, к сожалению. Иди ко мне, детка. Пожалуйста, подойди сюда. Нет. Так. Где там еще один? Успел. Не успел. Скотина. Отлично. Давай, махай сюда. Вот так вот. Вот так вот. Молодец. Мой мальчик. Отличный мальчик. Давай, иди ко мне. Подойди сюда поближе. Нет. Готов. Все. Красавец. Ну, хочу сказать, он занял у меня определенное время. Но вчера я убил на него где-то часа два и так не смог приблизиться даже к четверти его жизни. Ну, в смысле, оставил только четверть. Максимум, что я смог совершить. Виделопоклонник. Закончился. Так. Что ты нам дашь? Когтистый палец, двуручный топор. Что за когтистый палец? Кто это? Шипастый двуручный топор. 49. Нет, когтистый палец же был какой-то там. Нет. Вот он. Понятно. Поскольку у меня не было, наверное... Ой, поскольку у меня не было удачи и не было опыта с собой, то выпала вот такая хрень. Абинд досадно, но тем не менее он повержен. Так, окей. Я сейчас заберу еще свой старый опыт. Послушаем свитки. Это открыл князья? Как? Я не знаю, зачем эти черепа, но соберем на всех случаев. Так, ну что, вернемся, наверное, к Каину, да? Где он там? Нас ожидал-то. Тут не один владыка-то, ё-моё. Насколько я понял. Бо, бот! Ты это сделал так далеко. А я просто боюсь, но я думаю, что у Сызи просто не подвышала с тобой. Но я познакомилась, он не плачал. Харкин. Я вижу, что ты взялся монстра, последнего, которого я встретил. Чарлик, ты знаешь, как бросить в разговор, не ты? Едка, дай мне угадай, у тебя тут дело? Едка, дай мне понять, у тебя есть бизнес здесь. Это? Нет шанса. У нас есть сумма зубов, и я хочу взять мою счастье. А что, па, ты стерн партелла? Это мысль от нашего мира от Рогар. Это приводит к университету, который раньше принялся к человечеству. Рогар отрабатывает оттуда. Антанас бежал мне идти и делать что-то есть в моем силе, чтобы остановить революция Рогар. Как это приводит к Антанасу? Не будет. Не еще. Первое, что мы должны сделать, это сделать место безопасно. И когда я говорю «вы», я имею в виду «вы». Эти университеты сделают мне больше хитростью, чем ассетом к нашим коронкам. Ну, ты, в общем, круто отмазался, что я тебе хочу сказать. Возьми на дорогу сейчас, Харкин. Возьми способом остановить Рогар наших лордов. Только когда они остановились, мы можем встретиться с Антанасом. Я как-то, ты знаешь, не то чтобы сильно против. Ну, и не особо-то за. Давайте сохранимся. И продолжим, наверное, в следующей части. Ну, его нафиг. Спасибо.